Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня замечательная дама Тамара Евсеева, руководитель Центра семейного отдыха «Замания». Здравствуйте, Тамара. Добрый день. Чуть поближе к микрофону, чтобы нас с вами лучше слышали. Поговорим мы сегодня о том деле, которым вы занимаетесь, которым посвятили часть своей жизни. Это всегда основное содержание моей программы. Я вот начну с легкого провокационного вопроса, чтобы все остальные вам казались легче еще. У меня один знакомый товарищ, какой-то достаточно давно сказал, есть две вещи, на которых никогда экономить не будут. Какие, знаете? Дети. И животные. Вот многим, наверное, кажется, что любой бизнес, связанный с детьми, бизнес беспроигрышный, всегда можно открыться, всегда люди будут платить за своих детей. Но я всегда понимал, что есть еще одна фраза. Если кто-то говорит, что что-то делать легко, значит, он очень плохо в этом разбирается. Я прекрасно понимаю, что в данном случае это как раз, наверное, бизнес, а это все равно бизнес, да, в любом случае построенный на организации детского отдыха, детских развлечений, он очень непростой. Вот вас внутри, любой бизнесмен может найти свое применение в разных сферах. Вот вас внутри, что мотивировало заняться именно этим? Почему? Наш бизнес – это не только дети. Это три больших блока. Первый – это, в первую очередь, общепит. Это огромный-огромный пласт. Второй – это банкетинг. Это мероприятия, которые мы проводим как для родителей дни рождения, это какие-то закрытые мероприятия для организаций, новогодние елки, ну и, конечно же, дети. Я вот вопросом на вопрос. Вы были в Замане с ребенком? Было неоднократно. Да, да. Что вы там делали? Дети развлекались, родители ели и смотрели за детьми. И смотрели. А вы, как папа, прыгали на батутах? Нет. Катались в горы? Нет. Неправильно вы отдыхали в Замане. Приходите обязательно еще раз. Я вас научу. Ну, мы с вами, собственно говоря, вот, наверное, со стереотипов и начали. Да, нам кажется, что, ну, там, Замане – это, там, сугубо детский отдых. Родители приходят и статистами, там, наблюдают за тем, что происходит. Давайте разбивать стереотипы. Вы сказали про три блока. Давайте подробнее. Да, с чего начнем? С общепита. С общепита. Я еще одну цитату приведу, и она, я ее не первый раз произношу, на самом деле, в эфире. Один из очень крупных мировых бизнесменов, у которого были, там, авиакомпании, рестораны, гостиницы и что-то еще. Когда его спросили о том, какой бизнес самый сложный, самый сложный, он сказал общепит. Сложнее нет ничего. А у нас три в одном. У нас общепит, у нас дети, и у нас массовые мероприятия. Про общепит. Нет, давайте сначала вернемся к тому, что вас мотивировало. Или вы через раскрытие вот этих направлений расскажете. Почему? Почему этим занялись? В 17 лет первая моя работа – это младший помощник повара. Я очень люблю готовить. Я прям душой болею. Соответственно, тема ресторанов, она и общепита, она мне очень близка была всегда. Но на 15 лет я ушла в Телеком к черно-белому оператору. Но в душе всегда хотелось вернуться к кухне, к данной… Индустрии гостеприимства. Да, индустрии гостеприимства. Изучая, в общем-то, рынок общепитом, Киров перенасыщен. Его очень много, и он очень на достойном уровне. Все говорят об этом, кто приезжает. И с разных городов приезжают. Поесть и развлечься в городе Кирове – это очень здорово. Но для детей очень мало всего есть. Моей даже 19-летней дочери, когда она сейчас приезжает в Заманию, она там бегает, прыгает, веселится, как маленький ребенок. Ее очень, кстати, отрадно, когда родители приходят, бабушки, дедушки. Дедушки на батутах. Вы не представляете, какое удовольствие доставляет дедушка, который прыгает с внуком на батуте. Это очень круто. Мне казалось, что мы все только на детей рассчитывали. Вот это ошибочное мнение, которое мы очень долго ломали в городе Кирове. Что ребенка привели, он играет, а нет, все не так. Наша ценность – это не просто оставить ребенка поиграть. Это чтобы мама, папа сняли галстук, оставили дома гаджет, забыли про ноутбук. У нас с вами очень правильная аудитория. Да, родители работающие, у которых очень мало времени на детей, совсем нет. И я, как мама, которая всю жизнь работала, мне очень недоставало вот этого времени с ребенком побыть, поиграть, провести где-то время. Соответственно, погодные условия в городе Кирове позволяют вести этот бизнес 9 месяцев в году. И ценность-то как раз, чтобы родитель, такой, как я, который всю жизнь посвятил работе, смог прийти, отвлечься от всех дел, попрыгать, поиграть, еще раз повторю. Потом съесть вкусную, очень вкусную еду. Ну, здесь отдельно поговорим, у меня есть собственное впечатление, да, и я готов подтвердить. Слушайте, ну, не знаю, вот, вам совет от посетителя, так об этом надо на входе рассказывать, что взрослым тоже можно прыгать. Три года, три года рассказываем, многие понимают, многие нет. Для некоторых посетителей, которые вновь приходят, шок, что за родителя не надо платить денег, что только один может быть ребенок, 20 взрослых, и они все могут пойти попрыгать и поиграть. Один из интересных запросов у нас, это взрослый день рождения, да, и таких много уже на самом деле проводят, когда шестеро родителей и 12 детей, да, зачем дома устраивать? Праздник или идти в какой-то ресторан, когда они пришли, заказали прекрасный банкет, дети прыгают и веселятся, родители комфортно могут проводить время. 18-летние дети, тоже есть такой запрос, мы будем праздновать день рождения только в Заманне. Общепит, детское развлечение и... Банкетинг. Банкетинг. Выездной или у себя. И так, и так. Это то, о чем вы говорили, как раз вот эти, ну, корпоративные и массовые мероприятия. И день рождения, да. День рождения. Да, и в том числе мы организуем выездной катеринок. Выездной обслуживание. Слушайте, но все-таки, что основное? То есть, там, не по структуре выручки, а по вашему вниманию почему-то, или это все равноценно? Это все равноценно, вот прям в равных долях. Понятно. Общепит, вернемся, как и обещали. Действительно, абсолютно с вами соглашусь. Киров в этом смысле очень достойная территория. И я не первый раз, опять же, говорю, что я испытываю гордость за Кировский общепит. Друзья, которые приезжают ко мне, коллеги из других регионов, я всегда знаю, что можно сводить и в место, где будешь уверен, ну, там, в качестве, да, какие-то места с традициями. И много открывается новых. Это и хорошо для потребителей, и сложно для самой сферы. Я знаю, что есть масса вопросов с кадрами, с продуктами. Нет? У нас нет проблем с кадрами. Так, вот сейчас мы просто останавливаемся, значит, и меняем концепцию программы. Вы первый человек за год, который мне говорит, что у него нет проблем с кадрами. Никаких. Расскажите, как? Это же не так, что кадров... Я могу, да, три дня об этом говорить, нам эфира не хватит. На самом деле, я, ну, Тамара, вот совершенно серьезно спрошу. Это то, о чем мне говорят все предприниматели сейчас, и не только в Кирове, мы видим это в стране. Это связано и с демографией, и со сменой ценностей, и со всем, и это беспокоит всех. Ни налоги, ни проверки, ни уже там санкции, а кадры, потому что есть масса предпринимателей, которые мне прямо говорят, что я открыл бы новое направление, я бы развивался дальше, но у меня проблема с кадрами в действующих. Пока я их не решу, я не смогу этого. Как вам удается дойти до состояния сказать, у меня нет проблем с кадрами? Это большая работа, это нет ярко выраженной какой-то одной работы, да, это как домик, который надо собирать по кирпичикам, эта работа ведется достаточно давно, и нету, вот повторюсь, чего-то одного, много-много-много составляющих. Ну, какими-то там базовыми секретами или концепциями можете поделиться? Ценностями, на которых вы это строите? Ну, давайте с самого начала, да, если... мы маленькое предприятие. Сколько человек работает? Ну, от 50 до 60, в зависимости от сезона. Это не маленькое. Ну, все равно, это маленькое предприятие. Я сталкивалась с проблемой кадров, это было, наверное, с 2013 по 2019 год, но это было как раз за рамками взаимодействия, это был другой проект. Там действительно были проблемы с кадрами, работа с Москвой, с Республикой Коми, с Воркутой, с Великим Новгородом, Казанью, то есть у меня был огромный опыт именно в подборе кадров, и со всеми теми проблемами, о которых я слышу в городе Кирове, я столкнулась намного раньше. Сейчас я вижу... у нас очень много молодежи, именно там 18-19 лет, и я хочу сказать, что они замечательные, они другие. Это не 28, это не 26 лет, это очень прекрасные ребята, с которыми очень комфортно работать, они очень отзывчивы. Я расскажу историю. Я очень ценю всех своих сотрудников, да, и, например, официант — это человек, который является буфером между гостем и кухней. Это очень тяжелая работа, безумно тяжелая. Два месяца у некоторых наступает эмоциональное выгорание, его нужно поймать и как-то дальше работать с этим человеком. Чаще всего у нас какой-то карьерный рост. В этом году ребята уехали, все умные, все поступили, за всех берет большая гордость. У нас есть определенная текучка, но она управляемая, она управляемая, абсолютно четко управляемая. Повторюсь, в силу того, что коллектив маленький, ты чувствуешь каждого человека. Ты понимаешь, когда к нему надо подойти и поговорить, о чем поговорить. Для родителей, у которых есть дети, мы прекрасный работодатель. У нас многие приходят и оставляют своих детей, мама работает, ребенок скачет и селится. Им дали завтрак, обед, ужин их накормили. И многие сотрудники у нас работают, что называется, не за деньги, а за идею. Это очень здорово, очень здорово. Если вернуться вот прям к истокам подбора, у большой компании чаще всего какая задача? Поставили HR задачу, рекрутеру, найти. У него есть KPI, он получил за это деньги. Качество отобранного материала. Это уже проблема того, кто с ним работает. Они получили зарплату, все прекрасно. Чем больше там дефицит кадров, тем больше зарплата. У нас совсем по-другому. Мы не возьмем человека, если видим, что он не готов у нас работать. На самом деле очень тяжело ребятам, мамам, детям. Приходят официанты, смотрят на все на это. Нет, мы пойдем лучше в бар до 4 утра, никаких детей мы не готовы с ними работать. Это тяжело, это очень тяжело. Разные настроения, разные детки. Детки, конечно, все прекрасные у нас, которые приходят. Но не каждый готов работать в данном направлении. Поэтому мы не тратим ни свое время, ни время этих ребят. Мы достаточно четко, сразу на собеседование оглашаем, что мы от них хотим. Мы берем очень много людей без опыта работы. Это, наверное, процентов 70. И обучаем, и вкладываем в них душу. У меня был тут проект. Я взяла на должность руководителя, девочку-маркетолога. У меня когда дел кадров, и все посмотрели на меня, сказали, Тамара Валерьевна, вы серьезны? Я говорю, да. Мы сели и поговорили, что она хотела расти и развиваться. Как руководитель она в сфере маркетинга. Все, что могла сделать, сделала. И захотела дальше развиваться. Девочке 26 лет. Мы с ней поговорили. Я говорю, я тебя буду учить, но тебе придется и терпеть. Готова? Готова. И вот сделать из маркетолога настоящего хорошего руководителя на 60 человек, который разобрался в общепите, в детях, в анимации, это здорово. Это очень здорово. Я получила от нее огромный опыт маркетинга. Она получила от меня опыт управления людьми, работа в ресторане. Бесконечно можно говорить про подбор кадров, про ценность кадров, но у нас нет проблем с ними. Уникальная история. Хорошо. Тогда а с чем есть проблемы? У нас нет проблем. У нас есть задачи, которые нужно решать. Какие у вас есть вопросы в бизнесе, которые сейчас насущные, которые заставляют вас думать о том, как их решить, как их преодолеть? Ну, учитывая, что сфера деятельности очень разносторонняя, приходится думать обо всем сразу. Готовясь к эфиру, я слушала ваши передачи. И вот на какую мысль интересную меня натолкнули, вот именно эфиры, которые я слушала. Так как я не коренной житель города Кирова, и мало знаю о производстве, о том, что есть, какие уникальные есть опыты у местного бизнеса. Например, микрозелень. Очень здорово. Дина-машина. Вау. Просто вау. И я, когда прослушивала, думаю, а может взаиманию до персонажа поставить? Если бы не услышала ваш эфир, я бы даже не знала о существовании. Что касается общепита, и ситуация этой весной и немножечко раньше позволила нам посмотреть на наших поставщиков очень внимательно. И эти поставщики, они, в принципе, для всего общепита Кировской области одинаковые. Ну, то есть, есть один, который... Но есть же и в Кирове. А как их найти? Как до них достучаться? Они... Что такое за мания? Ну, какая-то детская игровая комната. И им не вдомек, что они могут к нам прийти и реализовать свою продукцию. Продолжить. А я их не могу найти. И так во всем. Огромная работа была проделана в том году по школам, детским садам, заведениям, которые так или иначе связаны с детьми. Но в силу, опять же, ограничений. Эта школа пускает, это не пускает, это пускает, но только этих, да, никто не знает, что происходит. И двери для нас были закрыты. Ну, для большей части бизнеса... И нам не хватает именно взаимодействия с местным бизнесом и с местными образовательными организациями. Было бы здорово, если бы... Торгово-промышленная палата... Давайте помогать. Мы, на самом деле, для себя одной из основных задач, это и видим горизонтальные коммуникации. Не только коммуникация предприятия, палата, а внутри. И мы очень много видим этих кейсов и историй. Но я надеюсь, что, может быть, и сегодняшняя программа поможет вам так же, как вы узнали про Дина Машину и Семь семена. Да, может быть, кто-то услышит и нас и обратится к вам. Но давайте мы в рамках палаты действительно это посмотрим. Здесь для нас это тоже важная, серьезная задача. Я знаю много очень примеров. И один из самых показательных был, когда два наших предприятия в Ханты-Мансийске познакомились. Им надо было туда уехать, чтобы узнать, что они в Кирове вместе работают. Поэтому здесь возможностей много. Как пандемия сказалась? Я помню, мы с вами общались в этот период. И это же была совершенно такая странная история, когда, с одной стороны, можно понять власть, там не очень понимали, что делать, как тут с этим всем бороться. С другой стороны, площадки массовых развлечений, в частности, детских, вы дольше всех практически там оказывались закрыты. Как вообще пережилось это? Что сохранило вас? Давайте к хорошему. Про пандемию вопрос снимаем, да? Вообще. Хорошо. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это позволило посмотреть на свой бизнес по-другому, по-другим углом и улучшить его, и сильно улучшить. Мы этим гордимся. Ну, самое главное, прошли, вышли. Сейчас, вот, давайте, ну, хорошо, давайте тогда просто для понимания. Сейчас вернулись на уровне введения бизнеса до пандемии? Или это все еще просадка? Или как? Мы отработали один день, хорошо, 23 февраля. То есть, когда закончился последний виток пандемии, один день, и потом новые сюрпризы в нашей стране. Понятно. А как на вас сказались, собственно говоря, ну, вот, как на вас казалась та ситуация, которая после 24-го возникла? Ну, немного люди поприжались по финансам. Это видно, это заметно было. Не сильно в моменте турбулентность с продуктами, с поставщиками, работа с заменой каких-то товаров, но, опять же, по-хорошему, да, когда ко мне прибежали ребята и сказали, у нас закончился вот такой-то напиток. Я очень рада. Потому что, если его нет на полке, ребенок его не скажет, хочу, давайте ему продавать наш компот. Маржинальность отличная. И по каждому продукту, с которым возникли те или иные сложности, мы просто работали. Работали с нашей командой и либо искали замену какую-то. Чем могу похвастаться? Мы с 2019 года ни разу не подняли цены на кафе и не собираемся этого делать. С 2019 года? Да, мы запустились, у нас недавно был день рождения, несколько дней назад, ровно три года с открытия Замания, мы не поднимали цены и не будем этого делать. Мы этим гордимся. Слушайте, вы удивительные вещи говорите про кадры, про цены, тут галлопирующая инфляция, которую мы все знаем. Или вы просто меню не хотите перепечатывать? Нет, цены вернулись чуть-чуть назад, уже можно перепечатать, но разве что добавить новых блюд. Понятно. Шучу. Давайте к банкетингу, как вы называете это. Насколько востребованное направление вообще? То есть что оно из себя представляет, насколько востребовано? С детьми понятно, да, с развлечениями? А это что такое? Век высоких технологий, родители заняты, загружены, и не каждый уже готов потратить много времени для того, чтобы придумать дома меню, сделать пригласительные открытки, созвать всех гостей, нанять аниматора, приготовить, убрать, развести гостей, а мы все делаем это за родителей. Все это можете организовать? До мелочей. Каждый детский день рождения продуман до мелочей. Начиная от поздравительных открыток, которые мы выдаем нашим ребятам на то количество детишек, которые придут, оформление банкетных комнат, вкусное, очень вкусное меню, горжусь, разнообразное меню на любого гостя, от самого требовательного, который не едят мясо, рыбу, заканчивая тем, что очень любят дети, анимация. Мы очень долго над этим работали, мы очень гордимся нашей анимацией, я очень горжусь нашей командой аниматоров и людей, которые позволяют осуществлять этот детский праздник. Это прям вот есть у нас ребята, они с душой, они с любовью, и ребенок идет именно к ним в следующий раз. Он придет именно к этому аниматору и скажет, мама, вот только Катенька будет проводить у меня день рождения. Ну, потому что это не официант для взрослого, где там качество обсуждено, здесь душа нужна. Ребенок очень требовательный, а ребенок это самый открытый клиент, он всегда тебе скажет, это плохо, это хорошо, и ты всегда будешь знать про себя правду, и ты всегда будешь знать, что тебе надо исправить, он ничего не утаит от тебя. Но даже если не скажет, то видно будет 100%. Скажет, и скажет. Скажет, обязательно скажет, да. Дальше сервис, который мы даем на банкете, это официанты, это своевременная подача, ну и в принципе мы готовы любой каприз гостя, даже если у нас этого нету, мы постараемся сделать все так, чтобы это у нас было. Мероприятия закрытые проводим по запросу организаций, до 300 человек на площадке, ну и выездную критерингу у нас тоже. Востребованная история? Да. Очень долго доносили до города Кирова, ну вот с учетом закрытия, пандемии, то, что мы не работали, что такое за мания. ведь пока мы не пришли, да, были площадки, были площадки отдельно заплатить за этот аттракцион, отдельно за эту машинку, есть какой-то фудкорт, но чтобы все это получить в одном месте качественно и с хорошим сервисом, этого не было. Соответственно, мы до сих пор еще в некоторых моментах встречаешься по бизнесу с человеком, что такое за мания. Пока ты не придешь, ты не поймешь. Не поймешь, что-то писать сложно. Слушайте, ну, смотрите, вот вы сказали в самом начале, что даже дочке было некуда сходить. Это действительно вопрос в Кирове, хорошо развитый общепит, но с точки зрения действия такой индустрии детского развлечения, ну, наверное, не так, как минимум, развита, как сфера общепита, прямо скажем. Изменилось что-то за это время? Как ваше появление повлияло на эту среду? Как внутри оцениваете для себя ситуацию? Дочки есть теперь куда сходить? Дочке 19 лет, да. Она до сих пор ходит и прыгает. Я бы хотела оставить этот вопрос без ответа, так как он очень болезненный. Есть ряд, назовем, конкурентов, с которыми мы общаемся, с которыми пандемия нас свела, и мы в тесном контакте. изменения есть, да, но не хотела бы их обсуждать. Простите. Ну, давайте мы тогда, наверное, если нам позволит наш оператор, сейчас выйдем на короткую рекламу, будет несколько интересных вопросов после нее, поэтому не переключайтесь, мы вернемся и продолжим наш разговор. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир, программа разговор по делу, веду я, Андрей Усенко, у меня в гостях сегодня Тамара Евсеева, руководитель центра отдыха «Замания». Культура времяпрепровождения вне дома в Кирове имеет место быть? Вот это же история, связанная с тем, что давайте организуем праздник дома, позовем гостей. Считается такой ценностной составляющей русского характера, русской души позвать всех к себе. А вот то, о чем вы говорите, родители, которым некогда, которые вот это сделать. Вот что вы думаете по поводу развитости этой культуры в регионе? Меняется она, появляется или наоборот пропадает? Потому что мы же знаем с вами разницу между, опять же, в части общепита, между европейскими странами и Россией. Есть страны, где вообще ужинать дома не принято и всегда ходят поужинать куда-то. У нас другая история. Вот в части вашего совмещения детского отдыха и общепита как обстоится ситуация? За три года она изменилась, это точно. Тут, можно сказать, сарафан сработал. Один гость, побывав у нас на банкете, всегда вернется. Пришел, прошел банкет, на одного ребенка пришло еще десять приглашенных детей, мам и пап, и возвратность очень хорошая. Они получают сервис, они получают качество, они видят счастливых и довольных детей своих и приходят к нам снова и снова. Поэтому здесь большой потенциал, мы его развиваем и с этим работаем. У нас отдельные банкетные менеджеры, очень сильные, замечательные ребята, очень горжусь ими. Растем и развиваемся. В чем еще видите потенциал для роста? Какие задачи перед собой ставите? Повторюсь, ребенок это очень требовательный клиент. Он не дает скучать. Мы постоянно развиваемся, мы постоянно растем творчески. Ведь это не только поесть, это не только провести мероприятия. Огромный-огромный блок это развлечь ребенка. Анимация. И тут 14-летние дети это одно, 5-летние это другое, 10-летние это третье. А еще приходят родители, которые говорят, мы хотим вот этот мастер-класс. И сами сидят и лепят. Лепят, красят, это достойно уважения, это здорово. И вот это творчество, оно в том числе дает постоянно тебе пищу для размышления, ты в этом развиваешься и развиваешься. Много езжу по стране, очень много, где-то что-то вижу, смотрю за другими такими же аналогичными проектами в других городах, от самого юга до Камчатки, что они делают. Вечеринки какие-то, сейчас у нас будет первое сентября для нас это дети, которые идут в школу, это бедные несчастные родители, опять уроки, приходите к нам, мы вас развлечем и забудем про все сложности. Здесь безграничное поле деятельности. Вот вы сказали, 14-летние, 5-летние дети, они разные, при этом я понимаю, что 3 года может быть не такая большая история, но я думаю вы аудиторию ответите, дети меняются? Да, не очень. Но я имею в виду не с возрастлением, а вот поколение детей, то есть вот эти изменения вы видите, вот что сейчас? Давайте я вам совмещу сейчас два вопроса, это как раз кадры, это как раз дети, я наблюдаю за молодыми родителями, которым по 20 лет, это какие-то уникальные люди, они очень интересные, они очень воспитанные, они очень образованные, они приходят с ребенком полгодика, они очень сильно отличаются от тех родителей, которые 25-30 лет, за ними приятно наблюдать, они другие, они совсем другие, молодежь совсем другая стала, вот старшего поколения, уж не знаю, что так сказалось, либо вот пока мы сидели дома, либо эта тенденция модная какая-то, но я вижу все больше и больше детей, именно подростков, которые выходят на улицу, они берут мяч, они играют в волейбол, становятся немодным сидеть, что называется, в гаджете за компьютером, они очень интересны, за ними очень интересно наблюдать, ну, в том числе это моя дочь, это ее окружение, и в силу работы наблюдаю за ними, ну, и дети тоже, они разные по увлечению, если брать ребенка шести лет, как у нас происходит подбор анимации, что мы хотим вести нового, у нас есть фокус-группа из детей наших сотрудников, мы спрашиваем, какой мультик вчера смотрел, какую игру вчера играл, надо провести какой-то мастер-класс, что-то нарисовать, иди сюда, мы на тебе все это, что называется, фокус-группа проверили, полетело, не полетело. Слушайте, а вот это вот же извечный вопрос, как вы на него смотрите, кто на что влияет, то есть индустрия подстраивается под запросы потребителя, или же она отдает себе отчет в том, что она оказывает влияние на этого потребителя, то есть ты приходишь и у тебя выбор между, ну не знаю, незнайкой, нашим, условно говоря, и современными этими роботами, кто там сейчас в лидерах в топе-то у детей, вот как вы внутри себя, что вы для себя говорите, понимая, что вы оказываете воздействие на ребенка так или иначе, вот этими майнкрафтами современными, то есть внутри есть это ощущение, вы взвешиваете какие-то вещи при этом для себя? Одно без другого не существует, есть родитель, который четко знает, идет, я хочу вот это, вот это, вот это, да, он уже готов до мелочей, выбор и продукты. Ну так немного, я думаю. Все правильно, ну и это мама, папы приходят, что, какие тоботы, какой, что, алло, жена. Понятно, нет, я знал все мультики своего сына. Нет, нет, занятые, занятые мы, родители очень, не очень, дети, все зависит от воспитания, очень многие родители сейчас ограничивают контент, и дети смотрят Нежнайку, дети смотрят старые добрые мультики, фильмы, а кто-то прогрессивные родители, сейчас поделюсь историей, значит, был запрос на анимацию, достаточно нестандартную, в Москве она есть, она хорошо продается, когда у нас пошел запрос от наших родителей, мы очень засомневались, а примет ли ее кировская публика, мы провели соцопрос достаточно большой, получили очень много негатива в плане зачем это детям, в этом плане я считаю, что родители города Кирова он правильно воспитывает своих детей, за что им огромное спасибо, у нас добрые, хорошие дети, большая часть позитивная, родители такие же. понятно, вообще мне очень нравится, как вы позитивно смотрите на всю ситуацию, с кадрами проблем нет, проблем нет вообще, есть одни задачи и вопросы, дети у нас замечательные, молодежь хорошая, нас ждет, мне кажется, если с нашими детьми работают такие люди, как вы, и закладываете в них собственно говоря, такое же отношение, то я верю, что у нас все будет хорошо. У нас остается буквально несколько минут с вами, даже, не несколько, а буквально две минуты, смотрите, Тамара, что вам дает эта работа? Мы с вами всю программу говорили о том, что вы в нее вкладываете, а вам что она дает? Для вас, как для женщин, для человека, что дает эта работа? Ну, это смысл жизни. Все банально, все просто, да, у меня два смысла жизни, ребенок и работа. Просыпаюсь в работе, засыпаю в работе. На самом деле, мне кажется, большинство моих гостей, тех, кто был в моей студии, когда мы с ними разговариваем о том деле, которым они занимаются, я пытаюсь показать нашим слушателям то, что именно через такое отношение, через отношение к тому, что ты делаешь как к смыслу своей жизни, пусть на этом жизненном этапе, пусть это не будет там смысл всей жизни, но относиться надо именно так. И вы знаете, я вам хотел, вспоминая свое присутствие у вас на площадке из наблюдения за детьми, которые там бегали, и вот эту вот набившую уже, наверное, с одной стороны оскомину, с другой стороны мы все равно не знаем, что с этим делать, ситуацию с гаджетами, из которых мы их вытаскиваем, и они все равно туда попадают, и мы думаем, ну все равно им же это надо, ну надо полчаса в день, и вот это сложно. Я смотрел на детей, которые бегают у вас, и думал как раз позвать вас в программу, настоять все-таки, чтобы вы пришли, потому что мне кажется, что, как бы это опять же там пафосно не звучало, вы возвращаете детям радость детства. Вот радость не там победы в компьютерной игре, не просмотра мультика, а радость детства, общение с сверстниками удовольствия, какой-то физической активности. Все верно, это то, о чем я не сказала. Вы помните, как наше детство проходило, ну в большей части, да, стройки, гаражи, крыши, сорвать клубничку у соседей, у соседского огорода. Как мы выжили, как мы выжили, да, непонятно. Мы общались, мы умели друг с другом разговаривать, и очень важной частью пребывания детей в нашем парке это как раз является социализация. Многие дети приходят, они там знакомятся, они играют либо с аниматорами, либо уже друг с другом. Мы должны заканчивать, я благодарю вас за разговор, и мне кажется, самое главное, чтобы наши слушатели, послушав нас, мы не обо всем успели рассказать, пришли и сами убедились в том, о чем вы говорили. Спасибо вам, Тамара, продолжайте этим заниматься с такой же увлеченностью, а мы будем с удовольствием к вам ходить. Спасибо. Разговор по делу.